добрый день уважаемые подписчики и дорогие гости канала с вами снова я мистер саныч перед нами фарерские острова превосходство 7 секунд до стата боя макс мистер саныч и вельт ягер идут в бой запись идет золотого льва реплей точнее сказать и по традиции забыли записать но мы вот идем в бой идем в бой так юня не вправо грозовой прямо мистер саныч непонятно куда нет тоже вправо традиционно я забыл нажать запись во время боя ну чё придется потратить еще 20 минут для того чтобы сделать реплей бой будет вязким тягучим несколько раз будет прям находиться в стадии кто кого очень интересным одновременно у нас на правом фланге идет авианосец и шимка и подводная лодка идут на захват цели одна подводная лодка пока одна подводная лодка идут на захват точки ну в общем решили они продавливать фланг и по старой доброй традиции свой левый фланг и по старой доброй традиции мы влезли в самую задницу то есть если и задница у нее есть центр ну вот именно центр боя сейчас как раз будет здесь торпеда идут шимку и не попадают барс и ки ай барс айки чё-то тут в общем не получилось у него а мистер станок попал авиаударом шимки одессе выстрел на удачу посмотреть что получилось а ничего не получилось промазали вольт ягер прикрывает нас слева юня не паркуются за остров и торпедки шима отрыгнула все свои три веера как я понимаю удачно проходим на левом фланге борьба уже активировалась за точку петропавловск пытается взять я думаю что ничего не до сбивают захват балла выше маказа проигнорировали захват точки хотя могли бы это сделать уже было бы повеселей и у меня не отбывает одну еще авиационную атаку и сми этот авианосец противника и мельман наш дорогой пытается дрючить нашего грозового пока мимо по моему золотому льву пока никто не попадает это прям несказанно радует мы потеряли или не смогли захватить две точки накал прямо борьбы противостояния юнянчу то пытается сделать минотавр красиво блокирует точку б и зараза не подойти к нему и никак а наш замечательный авианосец почему-то ему блять плюхно кидать не хочет ну своя концепция вот эта блокировка точки цели на там рамка извиняюсь точки б она чуть-чуть не привела прям фатальным последствиям но этот эта лодка въехавшая вот я сейчас попытаюсь попытаюсь чуть-чуть дальше посмотрите друзья попытаюсь немножко его оттуда насковырнуть скажем так у меня не получится это все авиаудар по шимке почти безнадежное дело плюс фугасы ну да она ушла на минотавр в дымах ну красивую роль на себе выбрал ничего не скажешь надо отдать должное вот высунулся и наш юнян туда кинул торпеды надежде что он пошевелится хрена лысого не пошевелился идет упорная борьба за точку c сомер шима да да вот она тут прекрасный назовем это так минотаврик плохи-плохи дела вперед двинулся молодец опытный игрок опытный скажешь ну вот наконец-то юнян добрался до шима порт порт первая серьезная плюха взвал тому льву ну я лаверды похоже ушел в порт наш грозовой бросил торпеды и мы его потеряли но посмотрим что это даст бля сан-мартин противная лодка так зашло какое-то количество торпед по моему парочка и он начал до хилиться неприятно выползает наш юнян да мы потеряли три точки все три точки у противника вот именно как раз тот момент что ситуация прям резко то в одну то в другую сторону балансирует вот это как раз именно тот момент 3 у нас потерянные лодки 3 у противника 4 у нас и 3 у противника вот именно сейчас я принимаю решение пойти взять точку б пострелять по сан-мартину и может быть внести какой-то это клад нашу борьбу у меня пока еще двадцать пять тысяч урона это как бы скажем так ни о чем но я в хорошем состоянии так эмильман блять сан-мартин уходит удирает во все лопатки не получилось его добить почти на пределе я сбрасываю авиаудар ну и промазываю мимо мимо да мимо хорошо он ушел из-под удара а сейчас будет почти безнадежная но печальная по количеству потерянного попытка взять точку смотрите как не надо брать эту точку потому что минотавр с тридцатью тысячами это прям крайне опасная скотина более поставившие дымы я вовремя понимаю что мне там нечего делать что все равно я туда не дойду и даже вот ценой потери такого количества т.п. я сваливаю прям реально ситуация была безнадежная идти на минотавров дымы ну это так себе идея ну я сделал примерно так же когда этого сейчас сделал сан-мартин вышел из-под удара по противоположным разворотам противоположную сторону как бы не знаю получилось не получилось но я пока живу вот не туда я сбросил ну как бы ладно пускай летит это лучше чем ничего смотрим что у нас получается да смотрим что у нас получается тут у нас салим полноценный залп салим у хилочка лечимся и стреляем всего две с половиной тысячи тоже хорошо гостили окла на левел в атаке атакуется тут же салим пытаемся его добрать и вот что происходит после того как кастилья вылазит на салима на минотавра вот эта картина маслом она даже при приходится стрелять в дымы попытка еще одного авиаудара туман войны снаряды попадают а вот снаряды или бомбы скорее всего все-таки снаряды да кастилья кирдык но у нас серьезное преимущество огромная цифра разница по точкам опять я попадаю под удар минотавра опять не могу его выбить прям такие рикошеты жесткие тут происходит очень интересно да очень интересно бургунь сподобилась эту скотину наконец-то добить которая держала точку и вот смотрите 8 было 900 пошло резкое падение и 5000 так на смысле разницы в очках что у нас происходит осталось якобы один авианосец против наших семи лодок 4 минуты до конца и нет уверенности что мы победим вот прям реально нет уверенности потому что что сейчас будет делать и мельман он будет просто убегать просто убегать хорошо юня не с под управлением максима на пошел на перехват если бы не это прям я бы не знаю как сложился бой видите какой баланс пятьсот шестьдесят шесть на девятьсот один и им продолжает капать при том капать очень хорошо конечно похуже чем у нас и срочно нужен захват я и прошу максима зайти на бэл он как нет заходить не буду иду на авианосец и а мы идем на точку с подводной лодкой балау дайте до авианосца бесполезно то есть опять все на жиденького на тоненького я ничем с авианосцем помочь не могу и вот смотрите девятьсот двадцать два девятьсот двадцать два четыре три сорок до конца и чпок блокировка точки что очень хорошо и благотворно сказывается на счетчике очков у них остановилась и если бы вот это не мой заход и заход баллау ну либо мой либо этот мы прям реально могли проиграть теперь все зависит от того как быстро уничтожиться и мельман ну уничтожить авианосец не самая сложная задача вот уничтожить и мельман из клана сип эскар один не быстро не быстро все . захвачена счетчик резко увеличивается и наверное нет по моему даже не с этого залпа будет кирды к мельману потому что уже бургундия начала его разминать и почему-то по-моему мажет а вот шимка юня не внесли как бы финальную точку в нашу победу в общем вот так вот не выдающиеся цифры по крайней мере с моей стороны 43 урона тут 1453 грозовой рядом со мной а юня не выше 26 самолетов две лодки ну это победный бой решил залить его на канал как пример того как лучше не лезть на минотавра потому что ну скажем так в игре есть несколько токсичных лодок в том числе вот юнянь который играл на нашей стороне смоленск ну либо минотавр и при грамотном использовании при том что там играет нормальный грамотный подготовленный игрок ну видите что вытворяет этот минотавр бой на как бы по тактике по стратегии мне показался очень интересным в общем всем добра всем спасибо кто смотрел до новых встреч до свидания